Будут ли переговоры? И почему до сих пор таких переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине не было? Мирных переговоров? Они были, они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно в Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырёк указания западных стран, европейских, Соединённых Штатов, воевать с Россией до победного конца. Значит, и больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи, значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чём-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. Вы не помните? Ну, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические... Да, но он финансирует войну, которую вы ведёте. Ну, да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. И я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит на Украине. Я отталкиваю Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. Да. А что он сказал? Можно у него, спросите, пожалуйста. Вам легко, вы гражданин Соединённых Штатов, поезжайте и спросите. Мне некорректно комментировать наши разговоры. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после февраля 2022 года? Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определённые контакты. Кстати говоря, помните, я вам рассказывал про моё предложение вместе работать в системе противоракетной обороны? Ясно. Да. Вот можно спросить у всех. Они же все, слава Богу, живы-здоровы. И бывший президент, и Кандализа жива-здоровы, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс. Он тогда был послом в России. По-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров? Спросите у них. То же самое и здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин президент Байден, спросите у него.